Приветствую вас. Ага. Если говорить о причине вашей проблемы, то мне бы хотелось осветить такой аспект, как позиция вы минус, ну то есть я минус, а не плюс. Вот мне думается, что вы считаете себя хуже других людей. Вы считаете себя хуже, ниже, соответственно, вы считаете себя менее достойной, возможно, чем другие люди. Вот. И, соответственно, если это действительно так, то причина, по которой вы не можете попросить, не можете заявить о том, чтобы вам оплатили услуги ваши, довольно простые. И просто не считаете, что слишком хороши для этого. Ну, по всей позиции я минус, вы плюс складывается в детском возрасте, как правило, в раннем детском возрасте. И, соответственно, корректируется она там же, исходя из того, что вы написали. На данный момент я предложил бы вам сделать следующее. Я предложил бы вам, с одной стороны, подумать о том, какие качества и почему вы в себе не принимаете. Что вы в себе не принимаете. Точнее сказать. И, соответственно, подумать, проанализировать, какие именно аспекты части своей личности вы считаете не имеющими права на существование. Вот. Это, значит, то, что касается вопроса о том, что можно сделать. Ну, вот, что можно сделать, да, с тем, что с вами происходит. Вот. Соответственно, исходя из того, что вы в себе не принимаете, исходя из того, что вы не можете в себе принять, уже можно будет говорить об изменении вашего к этому отношению. То есть, например, допустим, такой аспект, как хорошее выполнение работы. То есть, здесь, соответственно, есть установка на оценочное суждение, да, определенное оценочное суждение. То есть, я должна выполнить свою работу идеально, чтобы иметь право требовать оплату. Вот. Например. Но вопрос, он скорее заключается в том, можете ли вы когда-нибудь выполнить свою работу идеально. По мой взгляд, нет. И вы это, конечно же, понимаете. Скорее всего, вы где-то в глубине души знаете, что никто не может выполнить свою работу на, ну, на 5 с плюсом, да. То есть, идеально. То есть, идеально никто не может выполнить свою работу. Вот. Именно идеально. Но, тем не менее, тем не менее, вне зависимости от этого, право на вознаграждение, вы имеете. И здесь, отношение к труду. Вот. Необходимо разбирать ваши отношения к труду, как вы, значит, его воспринимаете, как вы его понимаете. Вот. Именно, отношение к труду. Вот. Чему вы считаете в теории для себя возможным работать бесплатно, да. То есть, здесь либо определенные установки в плане, в плане именно трудовой деятельности, либо здесь определенные установки именно в плане вас, то есть, подсознательное, например, подсознательное понимание того, что вы хуже, плохо работаете. Вот. Здесь, конечно, нужно разбирать, я полагаю. Вот. Ну, так или иначе. Но, в любом случае, начинать нужно именно с того, чтобы определить, что именно вы себе не принимаете. И по какой причине. Вот. Это, значит, такой момент. Второй момент, который я хотел бы для вас донести, это момент, связанный с тем, что у вас есть возможность, ну, не просить деньги, да, про просить деньги я еще расскажу обязательно. У вас есть такая возможность. То есть, по ряду причин, вы считаете для себя позволительным, ну, не про деньги. То есть, вы можете позволить себе не про деньги. Значит, либо у вас есть доход, либо вы знаете, что не будете голодать, либо у вас просто-напросто нет стимула к тому, чтобы, ну, именно зарабатывать. То есть, мне не стоит вопрос о, ну, скажем, выживании. Вот. Конкретно. Не стоит вопрос об обеспечении, значит, ну, например, вашей семьи, а, например, себя и так далее. И отсюда у меня возникает вопрос. Собственно говоря, для чего вы работаете? Зачем вы работаете? Ради денег? Ради карьерного роста? Ну, вы вроде пишите, что цены на свои услуги устанавливаете сами. То есть, непонятно. Непонятно, где вы работаете, дома, на себя или где-то там, в офисе. Вот. Ну, скорее всего, на себя. Вот. Ну, здесь нужно определить именно то, для чего вы работаете. А вы работаете, чтобы что. Вот. Если вы работаете ради денег, то, соответственно, деньги для чего-то нужны. И просьба о, ну, просьба оплатить, да? Вот. Это, ну, по факту, по факту. А, просьба, просьба оплатить, это проявление вот этой вот самой, ну, нужды, нужды, да? То есть, необходимости. Вот. Понимание, да, понимание того, что вам нужны деньги. Ну, не важно для чего, просто нужны. Вот. Ага. Соответственно, если вы работаете для чего-то другого, да, то это совсем другой вопрос. Если вы работаете для опыта, для карьерного роста, ну, например, и так далее, для навыков каких-то. Это совсем другой момент. Момент. Вот. Соответственно, мне кажется, что вам необходимо определить ваши цели. вот в первую очередь. А, значит, дальше идём. А, если говорить о просьбе, да? То есть, вот, то, что вы просите деньги, как вы говорите. А, понимаете? Деньги не просят. Вот. На мой взгляд, да, это, ну, ключевой момент. Не просят. Условия выставляют. То есть, как вам правильно сказал мой коллега, а, что условия работы, а, ваши, именно условия работы, а, они устанавливаются вами. То есть, не деньги, не цены вы устанавливаете, а условия, в первую очередь. И, как бы, при правильной организации, скажем так, труда, да? При правильной организации труда. А если вы цены устанавливаете сами, то, вероятно, речь идёт о бизнесе. Ну, так, о своего рода бизнесе. Ну, вот. Так вот, если вы сами устанавливаете условия, то вы можете сделать так, что человек до тех пор, пока не оплатит вам ваши услуги, да, работать, ну, вообще, вы с ним не будете. Вот. Реально ли это сделать? Да, реально. Здесь тоже нужно понять, что, пока что, вот, на данный момент, на данный момент, вы работаете, вы работаете исключительно на инициативе, ну, личной инициативе, скажем так, да? Вот. Ну, не знаю, может быть, интерес, может быть, адреналин от работы, может быть, эффект новизны, может быть, что-то ещё. Вот. Сколько так продлится? Я, если честно, не знаю. То есть, я не знаю, сколько времени это продлится. Прежде чем у вас начнётся выгорание профессиональное. Вот. И, соответственно, соответственно, когда выгорание у вас профессиональное начнётся, можете мне поверить, что работа для вас станет ненавистной. Ну, потому что вы на неё ничего не будете получать. Вот. Конечно, при условии, если вам будет на что шить, при условии, если это не чисто для творчества, а работы и так далее. Вот. Тут нужно понимать, что для того, чтобы человек работал, да, нужен стимул. Без стимул ни одна работа делать не будет. Никогда. Вот. Чем быстрее вы это поймёте, тем будет лучше для вас. Поэтому деньги в данном случае не просто. Деньги вам положены. Безусловно, безоговорочно, без каких-либо обсуждений. Вот. Деньги вам положены. А вы просите их так, как будто вы не считаете, что они вам положены. Понимаете? Какая ситуация. О. И вот почему вы не считаете, что оплата за ваш труд является неоспоримым вообще аспектом. Вот тут, на самом деле, нужно разбираться. То есть, есть трудовой аспект, просто отношение к труду. Ну, это может быть связано и с воспитанием, это может быть связано и с социальным отношением, ну, социальной активностью вашей. Вот. Это может быть связано ещё и с тем, как ваши родители, семья, воспринимали то, как вы что-то делаете. То есть, если, например, вас, ну, грубо говоря, не хвалили, да, никогда за то, что вы делаете, да, и если не считали, что вы должны что-то за это, ну, получать за то, что вы делаете, то, соответственно, неоткуда взяться и, ну, пониманию того, что вы имеете полное право на оплату. Вот. И здесь нужно прорабатывать именно то, вот, вопрос компенсации ваших усилий и вопрос того, насколько вы считаете это для себя приемлемо. То есть, это именно, вот, отношение с родителями. Вот. Если проблема более глубже находится и связана она, как я уже говорил, с наценкой, да, ну, вот, как вам сказал мой коллега, если так, то тут, конечно, нужно разбираться. То есть, отношение к работе, да, и к деньгам, это вершина альберга, на самом деле. В действительности проблема просто находится немножко глубже. Вот. И упражнение, которое я вам давал, оно как раз таки нацелено именно вот на то, чтобы вы изменили отношение к себе. Да? Вот. Давайте я еще раз повторю упражнение, которое я вам имел сделать. Значит, вы напишите свои положительные качества, вы напишите свои оприцательные качества, и мне нужно, чтобы вы первое проаргументировали. То есть, почему именно вот это качество является позитивным, почему именно это качество является негативным. Вот. Аргумент. Откуда вы это узнали? То есть, аргумент и источник. Откуда вы это узнали? Откуда такое понимание? Да? Вот. И, соответственно, противоположное проявление. То есть, имеется в виду противоположное проявление, то есть, если, например, какое-то качество вы считаете негативным, да, то вам нужно увидеть его позитивные моменты. Вот. Позитивные моменты этого качества, вот, для полноты картины. Вот. Это для начала. Для начала. Значит, это если ваша проблема лечит, ну, как бы, глубинный результат, то есть, если это не результат какого-то, неправильного отношения к труду. Ну, вот. Мне кажется, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился, понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Сформируйте для себя цель, да, что вы хотите от психолога. Понимаете, страх, он склонен от чего-то вас защищать. То есть, он защищает вас от выхода из зоны комфорта. То есть, если вы попросите деньги, то что, вот, что будет, что произойдёт, если вы попросите деньги, ну, если вы поставите свою цену и возьмёте эту сумму. Что произойдёт? Будете чувствовать себя виноватой. Какой голос будет звучать у вас в сознании в этот момент? Что он будет говорить? Чей голос звучит? Вот. Предлагаю вам ещё и когнитивный аспект. То есть, смотрите на страх с точки зрения нескольких вопросов. Значит, чего конкретно я боюсь? Да? То есть, в чём я вижу опасность? Произошла ли она? То есть, постоянно спрашиваете себя, случилось ли то, чего вы боитесь? Вот. Если она случилась, если всё-таки произошла опасность, то насколько она страшна для вас? Именно, то есть, каков её вред? Вред для вас. И что вы будете делать в этом случае? В случае наступления негативных последствий. Вот. Я надеюсь, что эти средства помогут вам первое время что-то с этим сделать. Ну, а дальше нужна будет коррекционная работа с психологом, чтобы направить вас на то, что стоит за всеми этими страхами, которые являются, ну, в некоторой степени магическим, а значит, детским мышлением. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok